Все главные индексы США в течение последней недели показали сначала сильный откат вниз, а затем резкий разворот наверх с последующим закрытием около максимумов года. Что предшествовало этому и какой сценарий нас ожидает в следующие 7 дней, смотрите это видео до конца. Начнем, пожалуй, с крупнейшего промышленного индекса США. В начале недели Dow Jones торгуется на уровне 33 200-33 300 пунктов. За последнюю неделю этот актив прибавил более 300 пунктов, или 1% своей стоимости. Такой рывок всего за 7 дней можно назвать историческим. Дело в том, что индекс Dow поддерживают нефтяные компании. Цены на нефть остаются на высоких уровнях, несмотря на коррекцию. Также высоким остался спрос на потребительские товары. А значит, промышленность не испытывает дефицита производства. Мы ожидаем, что индексы S&P 500 и Dow сделают попытку показать новые максимумы года в ближайшие дни и, вероятно, покажут рост в 1-5% до следующего понедельника. Целевой уровень 33 400-33 500. Индекс S&P 500 с крупнейшими по капитализациями компаний США показал недельный рост примерно на 20 пунктов до отметки 3970. В процентном соотношении это около половины процента, что тоже неплохо. Акции крупнейших банков Citi, JP Morgan, Goldman Sachs и индекс S&P 500 поддержали заявление ФРС, что крупнейшим банкам вновь разрешат обратный выкуп собственных акций и повышения дивидендов. До этого ограничения были введены после финансового кризиса 2008-2009 года, поэтому ожидается, что S&P 500 достигнет целевого уровня 3950-4100 пунктов. А вот индекс технологий выглядит наиболее слабым, оставаясь под давлением продавцов, как результат более сильного роста в предыдущем периоде. Инвесторы опасаются нового падения рынка. Из-за этого NASDAQ опустился за неделю на 130 пунктов или 1%. Прогнозируется, что индекс NASDAQ за неделю все же вырастет, но останется ниже своих максимумов. Предположительный целевой уровень – 13000-13150. В разрезе анализа фондовых индексов США мы не могли не затронуть наиболее интересные акции компании последней недели. За последние 7 дней инвесторы с новыми силами возобновили покупку акций американских компаний. Поводом для оптимизма стали прогнозы роста прибыли предприятий, ставших главными жертвами пандемии на фоне массовой вакцинации населения. Ожидается, что в ближайшее время акции компании Walgreens Boots Alliance может ожидать импульс. Это вторая по величине в Штатах сеть аптек, которая показывает хорошую динамику. И уже 31 марта будет опубликован финансовый отчет за второй квартал года, который прогнозируется положительным. Поэтому обязательно присмотритесь к этим ценным бумагам. Присмотреться стоит и к технологической компании Micron Technology, которая по оценкам экспертов во втором квартале 2021 года заработала 93 цента на акцию при выручке в 6,16 млрд долларов. Производитель компьютерных чипов повысил собственный прогноз выручки и прибыли на последний квартал. Причиной пересмотра стал всплеск спроса на чипы памяти, используемые в телефонах и компьютерах. Также стоит обратить внимание на котировки ViacomCBS, которые сильно опустились за неделю. Произошло это на фоне вероятного банкротства Archigas Capital Management. Однако аналитики уверены, что падение было слишком агрессивным и вскоре возможна коррекция. В целом, рынок США настроен позитивно перед началом апреля и второго финансового квартала. В отличие от ЕС, экономика США показывает уверенный рост, а последствия ковида для экономики преодолены благодаря пакету помощи в 1,9 трлн долларов. Все это завершает антикризисный план правительства США. Рынок США также поддержал неожиданно сильный отчет по занятости за неделю. После оказалось стагнации безработицы на уровне 4,1 т.е. в предыдущей неделе, безработица снизилась на 300 тыс. и по прогнозам ее уровень упал с 6,2% до 6%, будучи готовым к новому снижению. В ближайшие дни перед правительством США будет предложен новый пакет помощи в 3 трлн долларов, который является планом роста на ближайшие годы. Вакцинация в США идет высоким темпом, опять же, в отличие от ЕС. И к началу лета запланировано привить до 200 млн американцев. Экономика США наряду с Китаем остается локомотивом мирового роста. Китаем остается локомотивом. Китаем остается локомотивом. Китаем остается локомотивом.